Евангелие от Луки 10, глава 38 стиха Итак, в продолжении пути их пришел Он, Иисус, в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла Его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ее в ответ. «Марфа, Марфа, ты заботишься и сутишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Я даже, я думаю, нет смысла спрашивать, знаком ли вам этот текст. Я уверен, что этот текст хорошо знаком. Не знаю, как у вас при прочтении этого отрывка, но у меня всегда некий сформировался внутри диссонанс. Мне почему-то за Марфу было всегда обидно. Ну, как же так? Человек старался. Давайте мы попробуем эту историю посмотреть с разных сторон. Не обязательно. Конечно, у нас будет немножко исследовательский элемент. Я вообще не могу без этого почему-то в последнее время. Но, надеюсь, это нам поможет, а не помешает. Я хотел бы оттолкнуться вот от такой предпосылки. Она библейская. Иисус, исполнитель закона. Помните, да, он Матфеев на Горной проповеди говорит, в пятой главе у нас зафиксировано, что я пришел не нарушить, то есть не исповергнуть, не приступить, не разрушить закон, но исполнить. И мы убеждены, что в Иисусе был исполнен весь закон, потому что он безупречный, безгрешный и святой Агнец Божий. Правда же? Вы так же считаете, как я? И я так считаю. Значит, все Писание, все заповеди законов Божьего в нем нашли свое исполнение и не были нарушены. Так вот, большую часть Писания, Божьего наставления, божественных, Бога вдохновенных заповедей составляют заповеди по отношению к ближнему. Возлюби ближнего своего, как себя самого. Я надеюсь, вы понимаете, что это, если говорить иудейским языком, это даже не совсем будет заповедь. И даже 10 заповедей, которые мы называем заповедями, правильно бы даже сказать, что это не заповеди, это десятисловие. Это 10 категорий заповедей. Я не помню, мы со студентами говорили в том году об этом или нет. Это 10 категорий заповедей. Поэтому даже в пяти книжах они так и называются, десятисловие. Это если мы возьмем, их дифференцируем, разделим, то мы получим 613 предписаний, запрещающих и повелевающих. Если мы их укрупним, будет 10 категорий этих заповедей. А если мы еще укрупним, то будет две. В отношении Бога люби его всем сердце, крепостью, разумением, силой своей. И в отношении ближнего своего. Но возлюби ближнего своего, как себя самого, это не просто обозначает эмоциональный порыв. Подойди ко мне, я тебя сейчас рассылую. Конечно же, это подразумевает масса совершенно практических вещей. В том числе, возлюби, точнее, почитая ца и мать, людей вообще относят эту заповедь в отношении Бога. Что они ее относят к той категории заповеди, которая учит нас любить Бога. Почему? Потому что именно через родителей передавалась вера. И если ребенок не послушан, то у него приемственность веры нарушалась, и у него шансов загреметь под фанфары или по-другому стать язычником повышались. Но почитая ца и мать, конечно, означало не просто говорим добрые слова. Прежде всего, это означало обеспечим достойную старость. Не было собесов, к сожалению. Пенсионный фонд еще никакая светлая голова не выдумала в то время. Поэтому если старики теряли трудоспособность, то не уносили их в горы умирать, как, я не помню, где это происходит, в Японии или в Тибете. В Японии, да? Вот теперь буду знать. Надо было о них заботиться. Одним словом, почему я об этом всем говорю, что, конечно же, когда Марфа, или по-другому можно прочитать Марта, в зависимости от того, как прочитать букву Тетта. Ее по православному мы читаем, по Кириллу Мефодийске мы читаем как Эф. Поэтому у нас не Теодоры, дар Божий, Теос Дора, у нас Федоры получились, там, и так далее. Феофаны, не Теофаны, и так далее. Они Феос читают, а не Теос. Ну, короче говоря, Марта или Марфа, кому как больше нравится, она решила позаботиться о ближних. В общем-то, как я это вижу, это предписывает делать самоописание. Мы не можем просто ближнему сказать, Оль, извини, просто иди, питайся и грейся. Я понимаю, что тебе кушать нечего, ну, просто пойди, как-то Бог тебя да благословит где-нибудь. Что мы должны сделать? Бежать в холодильнику, доставать оттуда все, что там есть, и делиться. Ладно, это, я такие говорю, хоть и банальности, но важные банальности. Любить ближнего, это значит заботиться о нем. И мне кажется, не мог Иисус, как исполнитель закона, порицать исполнение закона. Закон Моисеев предписывал людям друг о друге заботиться, и в том числе быть гостеприимным. До сих пор в иудейской культуре гостеприимство или странно приимство почитается как одна из высших благодетелей. И даже они в субботу борются за гостей, то есть не друг с другом, чтобы кому-то гостя спихнуть, а наоборот, чтобы к ним пошли гости, чтобы проявить гостеприимство, странно приимство. И вот отталкиваясь от этого предположения, что, наверное, не должен был Иисус порицать, давайте попробуем порицать исполнение закона гостеприимства, забота о ближнем, давайте попробуем несколько иначе посмотреть на этот хорошо известный нам текст. Ну, в общем-то, что я у вас спрашиваю, вам деваться-то и некуда, да, правда же? Давайте будем это делать. Сразу же у нас возникает противостояние двух двух глаголов, условно двух глаголов. Делать или слушать. Мария слушала, Марфа делала. И вот я сразу хочу, мне кажется, это вот самая такая существенная ошибка в наших рассуждениях, потому что мы ставим их в позицию взаимоисключения. После прочтения этого текста у нас складывается впечатление, ты либо делай, либо слушай. Я сразу хочу спросить, а нельзя как-то, чтобы и то, и другое было в моей жизни? Чтобы и то не оставлять, и это не забывать? Сейчас мы немного углубимся в тексте, и на самом деле мы увидим, как гармонично все это согласовывается между собой. Но мне кажется, здесь, особенно если мы опускаемся на оригинальный текст, здесь нету этой исключительности, что слушать обязательно должно исключить, делать или заботиться. Вот как между собой их согласовать, мы дальше посмотрим. Итак, я делаю, повторю первый, мне кажется, такой, хоть и промежуточный, но важный вывод. Я предполагаю, что Марфа делала то, что должна была делать в Израиле благочестивая женщина, чтобы угодить Богу. Она заботилась о ближнем и проявляла госеприимство. Давайте мы попробуем посмотреть в ситуационный контекст, на ситуацию. Первое, что мне кажется, иногда мы упускаем из внимания. Вот представьте себе, закончилось воскресное собрание. Ничего, что я к тебе? Нормально? Потерпишь? Ну ладно, я к Алексею. А, да, я совершенно забыл, просто я опаздывал в этой пробке, забыл. Я вам же везу привет от Ларисы Зиновьевой, мы сегодня с ней общались, она очень помогает нам в служении, Монтогорске, я гостил у них недельку назад. Не могу не передать вам всем привет, от Алексея Ларисы передаю. Ну и раз уж я паузу для объявлений решил взять, то у нас на следующей неделе будет миссерковная молитва на Бардинах за Израиль и церковь. Если кому-то эта тема близка, мы в 19-18 ноября. Добро пожаловать. Возвращаюсь. Представляешь, Алексей, вот вы с Мариной решили неожиданно, почти неожиданно после собрания пригласить домой 13 крепких, здоровых мужчин. И, причем, конечно, для тебя-то это весело, понимаешь, для твоей супруги я чувствую это даже в современном мире, когда по дороге домой наверняка вы встретите дюжин или полдюжины супермаркетов, куда можно заскочить и как минимум сварганить гигантскую просто яичницу на всех. Но у нас есть универсальный способ накормить 13 мужчин, это пельмени, правда же? Вот. Представляете, в то время принять в своем доме 13 крепких мужчин. Да и сегодня-то, в общем-то, мы бы озаботились этим, правда же? Я не так давно принимал 6 или 7 молодых людей, но пришлось мне побегать. У нас там был съезд был писяднический в Азбесте. То мы видим, что, конечно, это дело непростое, за которое она взялась. И еще вот я тут не могу с уверенностью утверждать, особенно понимая историко-культурный контекст той эпохи и иудейского народа, я не могу понять, почему именно Марфа здесь выступает как глава домохозяйства. Обычно мужчина. Поэтому у меня есть несколько предположений. Либо, и скорее всего так и было, она овдовела и от состоятельного мужа ей осталось какое-то имение и дом. Ну, либо она была в девичестве, но была старшей в семье, и поэтому она после родителей ушедших, вероятнее всего, она была хозяйкой дома. Но, однако, если это те самые Марфа и Мария, то у них еще должен был брат Лазарь, хотя, опять же, здесь библисты скажут, это не факт. Это может быть просто, как у нас во всех историях есть Иван, Андрей и Петр, то там тоже имена довольно распространенные. Мария, Марфа, Марта. То есть, если бы это был еще и брат у них, то, конечно, за домом бы отвечал сын, то есть, брат их, Лазарь. Так или иначе, она, повторим, взвалила на себя довольно непростую ношу. Она принимает решение позаботиться о 13 взрослых мужчинах. Может быть, даже и еще кто-то с ними был. И мы понимаем, что это не просто большое угощение, тем более, что, в общем-то, текст-то называет это даже не угощение. Да, у нас в антальном переводе Марфа же заботилась о большом угощении, но если мы попытаемся уточнить это с греческой первоосновы, то Марфа заботилась о многом или большом служении. Хорошо, мне кажется, вам должно быть известно слово диакония греческое. Правда же? Слышали? Такое слово, диакония. Какое нам слово напоминает? Диакон, служитель, совершенно верно. И это слово диакония в Новом Завете, по крайней мере, во всех посланиях Павла так и переводится, как служение. Павел, например, говорит в Римлянам, я прославляю служение мое, я прославляю свое не угощение, а свою диаконию, служение. Поэтому, скорее всего, это даже не просто было угощение, закуски, там такие эти маленькие, как эти штучки называются, канапешки, такие, это было целое, она решила оказать служение. Тем более, восток, надо и ноги где-то людям с дороги омыть. Правда же? Одним словом, Писание называет это большим служением. И вот, отталкиваясь уже вот от этих наших рассуждений, я хочу сделать следующий очень принципиальный вывод. как мне кажется, раз речь идет о большом служении, то то проблемы, которые дальше текст перед нами обозначает, то это и проблемы служения. Я сейчас все это повторю. Можно я два замороченных слова больше постараюсь такого хамса в себе не позволять. Есть два термина, да? Есть универсализм и есть партиклоризм. То есть, есть универсализм, а есть специфичность. Не знаю, как это еще сказать. Понимаете разницу? Универсальный, это значит, можно это колесо к любой машине прикрутить. Вот к любой подойдет. Универсальное колесо, универсальная резиночка, прокладка, еще что-то. А есть специфическое, как говорил Рейкин, специфический вкус, да? Вот специфическая, партиклористская такая вещь, которая применима не каждому автомобилю и не в каждой ситуации. Так вот, здесь, мне кажется, все-таки речь идет о специфических обстоятельствах. И мы не можем проблемы, происшедшие между Марией, Марфой и Иисусом, мы не можем их применять к нам, к нашей жизни, в люб... я совсем забыл про вас, спросите. Мы не можем их применять к нам в любой ситуации или к любому человеку в любой жизненной ситуации. Не можем. Это специфическая ситуация, это ситуация служения. Поэтому давайте мы сразу ограничим, что вероятнее всего проблема, которая возникла, она возникла в рамках большого служения. Можете со мной согласиться? Можете и не соглашаться. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что определенная логика в моих словах присутствует. Поэтому я и называю. Вообще, мне тема служительства очень близка, очень интересна. Я много нахожу ярких текстов в процессе исследования, которые учат нас именно о служении, как о важнейшей части, чтобы угодить Богу, мало стать христианином. Вспомните, когда я в прошлый раз в четверг был, я с этого начал. Бог радуется, что мы стали христианами, очень радуется, но это не формирует для Него славы, а для нас награды. Славу для Бога формирует, а для нас награду, то, что мы становимся учениками, то есть Его служителями и приносим многие плод. 15 глава Евангелия Таана. Тем прославляется Отец Небесный, что вы стали моими учениками и приносите многие плод. Так вот, вне служительства принести многие плоды невозможно, и служительство важно. Короче говоря, это ситуация о проблемах в служении. Ну давайте еще парочку, как мне кажется, очевидных... Пока то, что я говорю, понятно. Просто вы так тихо сидите. Прямо я... Да, я просто уже начинаю нервничать, думаю, может быть, я стал уже непонятным. Такое может случиться на самом деле. Да, поэтому я и спрашиваю. Ладно. Обратим внимание на 40 стих. Марфа же заботилась о большом служении, уже корректируем, и подойдя, сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Очевидно, конфликт. Почему? Почему? Потому что когда вот сидит Игорь и еще Евгений сидит, то обычно если у нас с Евгением все нормально, я в присутствии Евгении к Игорю не обращаюсь, я говорю, Игорь, ну скажи уже ему. Правда же? А когда я вот начинаю к Игорю говорить, Игорь, уже скажи Жене. Когда? Мне Жене не хочется разговаривать. Правда же? Тогда я начинаю обращаться опосредованно к нему. Все равно очевидно, что здесь какое-то напряжение, конфликтная ситуация присутствует. Но это, мне кажется, на поверхности лежит. Конечно, она обиделась на Марию, хотя в общем-то можно было же и тихонечко подойти и шепнуть, слушай, пойдем. Ну представляете, если бы на собрание кто-то зашел бы там и сказал бы, пастор Виктор, подождите, подождите немножечко, подождите. Скажите, пожалуйста, Дмитрию, пусть он там. Все, спасибо, я пошел. Что это, что это будет? Ну это может быть, конечно, быть и просто вверх наглости, но не думаю, что Марфа, она вот была такой женщиной. Конечно, мне кажется, это все-таки признаки конфликта. Еще, что мне кажется, тоже на поверхности лежит, потом мы начнем чуть-чуть углубляться. Мне кажется, на поверхности лежит и то, что, хотя, может быть, это я и додумываю, но допускаю, что когда мы беремся за большое дело, нам гораздо веселее его делать, если на нас в этот момент кто-нибудь досмотрит. Правда же? И грустно, если никто не замечает. Мне вчера предоставилась возможность в очередной раз покидать снег, потому что никто из моих соседей парковку, а я сразу на 3-4 места там всегда чищу, ну чтобы заезжать, выезжать. И мне в этот момент всегда хочется, чтобы кто-то посмотрел, слушай, Анатолий, спасибо, большое делаешь, брат, далеко пойдешь. И оно как-то веселей, когда думаешь, что соседи там в щелочку между... Это неблаговидные мотивы, конечно, я понимаю, и Писание учит нас стремиться двигать по звукам, чтобы этих мотивов было меньше, но мне хочется, чтобы соседи в шторочку смотрели и думали, молодец все-таки этот сектант. Все-таки сектанты люди. И нам как-то веселей, когда мы за большое дело беремся, нам веселей, когда кто-то при этом немножечко смотрит и чуть-чуть таки, да, обидно и плохо, если сильно обидно, плохо, это плохо, но чуть-чуть таки обидно, если никто при этом не видит, какое большое служение я затеял. Поэтому, конечно, она выговаривает, Мария, но при этом одновременно, может быть, это смешанный мотив, она немножечко набивала себе цену. Иисус, ты что не видишь, смотри, ну ты посмотри, я же, ого-го, 13 мужчин, накормить, это же не просто сидеть там просто и слушать. Может быть, может быть. Надеюсь, Марфа была не такая, но, по крайней мере, я бы на ее месте, наверное, попытался бы немножечко придать значимости тому, за что я взялся. Ну и, конечно, еще маленький оттеночек публичной выволочки, некрасиво, да, правда же? Не надо никому публично ничего выговаривать, даже если ты имеешь какую-то претензию, само Писание нас учится, потому что сначала надо на воскресном собрании выйти из кафедры в микрофонах всем об этом рассказать, правда же? А потом тихонечко можно уже поговорить с братом. Саш, не надо, больше так не делай. Или как надо сначала? Иди тихонечко, шепоточком, один на один поговори, если все нормально, пусть оно один на один становится. А вот публичная выволочка, это всегда вещь, по крайней мере, на первом этапе непозволительная. Еще раз говорю, все-таки это говорит о минусах поведения Марфы. И для нас, конечно, это же должен быть уроком. Не надо публично это делать. По крайней мере, перетерпи до конца и в самом конце уже есть, уж прям тебе совсем не втерпешь, и ты спать не сможешь, а русский человек, конечно, не сможет спать, вот, ты уж пойди тихонечко ему намекни. Но в любви, ну, в любви, конечно же. С конфетками подойди. Что еще? Вот здесь уже, мне кажется, не так очевидно, но в конфликтных ситуациях мы часто прибегаем к давлению на на одну из сторон конфликта, используя духовные авторитеты. Она могла просто, если она что-то хотела, не могла стерпеть, просто стать, подождите, Мария, ну уже давай, приди, помоги, ну уже давай, спасибо, Господи, продолжай. Она говорит это Иисусу, потому что Иисус в этом месте самый главный, правда же? Она хоть желает надавить на сестру свою, используя авторитеты, на самом деле, мне кажется, что мы тоже так делаем. Только мы, конечно, при этом так шикарно умеем одевать такие благочестивые личины при этом. У нас в шкафу всегда есть запас личин, правда же? Я не знаю, как у вас, у меня есть. С годами, к счастью, это все уменьшается, я очень мечтаю, что их вообще не останется, но мы сделаем важный вид такой, подойдем, скажем, понимаешь, пастор, я вот так что-то ревную, о Господе, прям, вот прям не могу, мне кажется, вот тот брат, он как-то не совсем верно поступает, я-то что, я ничего, мне вообще все равно, я пошел, царство Божие страдает, а мне вообще равно, все, ты что хочешь, делай. Если тебе обидно, так возьми иди, помоги ему, исправь ситуацию. Но нет, мы как-то так вежливо, в такой влечении благочестия, пытаемся давануть на этого братка, используя духовные авторитеты. Нет, это можно, Писание нам допускает такие вещи, но мне кажется, если мы сходу это делаем, то это точно неправильно, точно неправильно. А вот еще парочку мыслей, это мы все пытаемся понять ситуационный контекст, ситуационный план, все-таки что там происходило между ними, между строчек немножко прочитать, пытаемся. Так, не забыть, часы смотреть. Вот это мне вещь, мне кажется, я ее сейчас вам назову, я подчеркну, что вы со мной согласитесь, но мне кажется, она не лежит на поверхности. Когда мы беремся за большое дело, за большое что? Диаконию, большое служение, то в этот момент, когда я загружаюсь, нам почему-то вдруг начинает казаться, что все окружающие, они вообще чем-то не тем на самом деле занимаются. понимаете? Когда вот как раз я закатал руку, и все, кажется, все занимаются чем-то не тем, чем надо заниматься, скажите мне. Конечно, надо евреям служить, правда же? Остальные, я не знаю, чем они занимаются, так, что-то временное такое, несерьезное, мое дело, оно самое серьезное. И нам почему-то начинает казаться, что все недорабатывают немножко, и работают не в том направлении, и, возможно, допускай в этой ситуации Марфа, пытаясь давить на Марию, она ей намекала, ты не тем занимаешься, пойми, сестренка, не тем надо заниматься, вот этим надо заниматься, чем этим, чем я занята. Вот, когда мы в большом служении, нам хочется всех не просто привлечь, а даже и заставить, внимание, работать на наш выбор, или, если более одухтворенно, скажем, работать на наше призвание. Я считаю, я убежден, это неправильно. Скажите, кто решил принять этих 13 голодных мужчин, святых? А кого она хотела сделать соответственной, ну или просто ответственной за проблему? Ту, которая этого решения, ну, по крайней мере, я так в тексте прочитываю, опять же, я так вижу повествование текста, нарратив так нам, повествование говорит, ответственность делать того, кто не принимал решения. И вот мы на самом деле пытаемся, когда большое дело делаем, других заставить тоже чувствовать себя ответственным. и только попробуйте мне на следующей неделе не прийти на межстроковную молитву. Вот только попробуйте. Это вы прям вообще сильно прогрешите. Нам хочется довануть на всех, понимаете? Придать важности тому, за что я сам ответственный, за что я принял решение. Мне кажется, это тоже не всегда правильно. Не, вы не переживайте, мы о плюсах Марфы-то тоже поговорим. Я же обещал как-то примирить нас с Марфой. Ну и еще парочку мыслей из ситуации, из наблюдений. Потом вы мне, конечно же, скажете все, с чем вы не согласны. В колуарах. Давайте лучше мы сделаем следующий вывод. И перейдем к еще одному пункту наших рассуждений. Итак, когда мы беремся за большое дело, очень легко оказываемся мы в конфликтной зоне. Маленькое отступление. Я очень полюбил ходить таежные сплавы. Ну не так, не на денечек там, знаете, с одной ночевочкой, а так, по-серьезному. Где медведи, где никакой сотовой связи. Это, кстати, очень важное условие, сразу говорю, для любителей сплавов. Надо маршрут выбирать так, чтобы во все дни маршрута не было сотовой связи. Только тогда у вас произойдет перезагрузка мозга. Это я вам точно говорю. У вас прерывается связь с Землей, вы оказываетесь на Марсе, и вы понимаете, а какой смысл сейчас нервничать, потому что все равно ты не позвони, ничего не можешь, и ты расслабляешься. Это важный момент. Но он добавляет напряжение, да, тоже. Так вот, первый раз меня, я был там где-то в Сибири, меня приглашали семинарами, не помню, чем еще. Я познакомился с одним пастором, который по тайге, по горной шоре, это между Кемеровской областью и Алтайским краем, горной шоре, они пять дней плывут. И я захотел. И, ну, конечно, заболел. Там рыбалка такая, там вообще сумасшедшая. Вода чистейшая. Но я первый раз, когда ехал, сейчас поймете, почему я об этом вспомнил. Я когда первый раз ехал туда, я боялся. Кто догадался чего? Не медведей, хотя они там есть. И не того, что я не поймаю таймения, я его так и не поймал, хотя несколько раз уже плавал. А? Нет, это тоже меня не страшило. Вы знаете, все мужчины, они немножечко хотят быть затворниками иногда. Им это очень надо. Поэтому они могут рычать, на домочадцев, и говорят, отстань от меня, старушка, я в печали. Я испугался от того, что я заною через пару дней и начну на всех огрызаться. Я начну быть недовольным, недовольный человек, он на всех рычит. А поход, сплав, сплав, конечно, это лучше, чем пеший. Вот у нас, конечно, есть люди, которые специализируются на тяжелых рюкзаках и низком содержании кислорода. Конечно, мы не будем с ними спорить, но я тебе скажу, Алексей, сплав это гораздо круче. Это ты целый день загораешь, рыбачишь, спишь, на гитаре песни поешь. Вечером приехал, полон сил, можно лагерь разбить. А с рюкзаком тащишься целый день, вечером пришел, тебе бы прислониться к чему-то и полежать, а тебе надо лагерь разбить, ужин заготовить, лыжи посушить там или ботинки, что там у тебя. Все это надо, и у тебя уже сил уже нету, понимаете? Сплав замечательный. Но все равно в сплавах случаются очень неприятные вещи, особенно по тайге. Одна из таких вещей это жара. А когда ты по воде, тебе укрыться негде. Тебя перепекает, я вам говорю, вообще на воде. Ты прям обугливаешься, надо быть очень осторожным. По жаре поднимается сумасшедшая штука. Какая? Бжж-бжж-бжж. И это не пчелки, и даже не гнус. Гнус тоже неприятная вещь. Потому что он проползает. О, вот и слепень по жаре. Гнус он уже в травке. Комарик это вообще, это вообще старый друг. Его можно терпеть, он в 10 часов вечера, он спать идет. Он вообще нормальный товарищ, комарик. А вот слепень, вот он в 30 как поднимается, и у тебя на второй день вот такие ноги. А токсикация организма, столько укусов. У тебя вот такие прям ноги, уже в обувь не лезут. Это испытание. А если дождик зарядит 3 дня, и вот все сидят под этими дождевиками, и бибиби-биби, хорошо вода тебя несет, не надо гребсти. Ну все бибиби-биби-биби, все промокли там уже. И раз какой-нибудь охотничий домик там примкнешь, и все что, греться? А кому-то ж надо при этом хариус очистить, ужин готовить. И вот тут-то и познается, кто и что. Я очень боялся, что я в такие ситуации начну хныкать, ныть. Оказалось, я как этот Форест Гампи сидел на маще и кричал «Давай еще!» Когда там все лило. Я получал удовольствие. Ну я очень, короче, остался с собой доволен. Но я вам к чему это все веду речь-то, что в таких сложных обстоятельствах, когда есть какое-то большое дело, сразу проявляется у всех характер. Я думаю, вот эта гнильца в каждом месте, она обязательно на поверхность начинает вылезать. Может быть, вот когда мы беремся за большое дело, всегда есть, появляется большее искушение вдруг начать конфликтовать. И вроде был нормальный, нормальный брат был. И тут взялся за большое дело, оказывается, оказывается, в нем столько интересного содержится. Большое дело, оно нас все-таки ввергает в довольно непростые ситуации, когда вероятность возникновения конфликта повышается. Что мы еще тут еще в этом пункте нашем сказали? Что мы пытаемся давить на других? Мне кажется, эта мысль интересна. Мы пытаемся заставить других людей быть ответственными за наш выбор и наше призвание. А теперь еще парочку моментов, и мы перейдем к картине печальной, экзогетической. Будем греческие слова смотреть с вами. Но давайте в 41 стих. Как Иисус реагирует на эту ситуацию? Иисус же сказал ей, в оригинале Господь вообще, Господь сказал ей. Марфа, Марфа. Вот греческий язык, я, наверное, вам уже об этом говорил в прошлый раз немножечко, студентам точно говорил об этом, греческий язык и русский – это близнецы-братья. Спасибо двум грекам, Кириллу и Мефодию. Вообще. И на самом деле спасибо, потому что нам, людям, русским, конечно, это безумно тяжело учить греческий, и все же это проще, чем людям, говорящим, например, на аналитическом английском языке, потому что это фликтивные языки, нам логика, грамматика, синтаксис в них понятней. Так вот, это тоже очень похоже. В каких случаях мы дважды употребляем имя, когда я в гневе и кричу на своего сына «Лёва, Лёва!» Делаем мы так? Ну, редко. Мы просто обычно короткая язычная «Лёв!» Да? А «Лёва, Лёва» это обычно, когда мы, в общем-то, и не сильно злимся. Так, чуть-чуть. «Лёва, Лёва». И мне кажется, вот эта конструкция синтаксическая, или риторическая, правильно даже буду сказать, она не говорит о том, что Иисус прям прям разъярился на неё. Как ты посмеяла вообще? Что за мысли у тебя? Брысь на кухню! Не мешать! Нет, она говорит, Марфа, Марфа, и вообще сама вот этот, я говорю, риторический приём, мне говорит скорее не о порицании, а о коррекции. А вот эта вещь нормальная абсолютно. Господь всех нас корректирует. Или есть среди вас тех, кому не надо корректировать? Я тогда скажу Иисусу про вас. Но вы не обижайтесь, если Он вас позовёт срочно к себе. Потому что, а что такому святому человеку делать на земле? Я даже не представляю. Всё. Он уже ангел, в общем-то. Коррекция – это нормально. И вот здесь самое интересное, мне кажется, начинается. Иисус говорит, ты заботишься и суетишься о многом. Вот есть такое, ну чуть-чуть, потерпите меня, я скоро уеду. Есть такая даже дисциплина в библеистике, называется текстология. В рамках новозаветной текстологии есть такое понятие, как текстологические разночтения. Это в разных манускриптах некоторые слова могут быть чуть-чуть по-разному встречаться. Но люди переписывали от руки, элементарно внимание теряется. И вот даже существуют современные попытки переписать известный текст. Но это как один из пресловутых примеров, что трудно богатому войти, легче верблюду войти, ой, пройти сквозь игольные уши, нежели богатому в Царство Божие. И там камел, камел и кемел, это два греческих слова, они отличаются одной буковкой, по-моему, это и эпсилон меняется, это получается камел верблюд, а камел, не помню точно как, это канат. Поэтому некоторые говорят, здесь канат был, но они ошиблись и получился верблюд. Нет, я все-таки за верблюда, потому что в древнейших манускриптах Нового Завета, в древнейших кодексах именно такое написание сложнее верблюду пройти сквозь игольные уши, а не канат. И к чему я все это веду разговор, что здесь у нас встречается небольшое разночтение, и в общем-то в древнейших манускриптах стоит не турбадзе, а торубадзе. Слышите, даже на слух очень похоже, но смысл немножко отличается. Если переводить так, как переводят сиандальные переводчики, то суетишься. А суета это что? Это много шума, вокруг ничего. И когда себе Суд сказал, ты суетишься, это то же самое, как если бы прагматически нужно было прочитать, ты вообще занимаешься ерундой. А если мы скорректируем чуть-чуть и прочитаем так, как в древнейших манускриптах встречается, то будет так, ты заботишься и беспокоишься. По крайней мере, современные и последние переводы на русский язык, они так и предлагают переводить, можете домой приехать, проверить. В переводе либо Винокурова, подсрочники, либо Алексеева. Вы встретите это. Ты заботишься и беспокоишься. То есть, в ответе Иисуса нет вот этого как-то этой характеристики делу Марфы как суета. Нету. Забота, беспокойство. Это все равно немножко по-другому позволяет нам этот текст понимать. Со мной вы еще? Да, вы... Не, правда, может такой случиться момент, когда можете оставать и уходить, и я буду продолжать тоже все тут и заканчивать. Марфа, Марфа, ты заботишься и беспокоишься о многом. И дальше смотрите, что у нас написано в сендальном переводе. А одно только нужно. Вот про союз соединительный А. Он у нас... Соединители, это как правильно союз называется? А. Короче говоря, когда мы используем А, это всегда одно исключает другое. Это черное, а не белое. Не может одновременно он быть и черным, и белым. Правда же? А. Сегодня холодно, а не тепло. Он хороший, а не плохой. А. Как раз одно от другого отделяет, исключает одно от другого. Так скажем. Правда, мы так не говорим? Понятно то, что я сказал? Так вот, этой А. В греческом будет Алла, должна была бы стоять. Этой А нету в греческом тексте? Нету. А если мы ее поставим, сразу значит не делай, а слушай. Все, мы сразу говорим, делать не надо, надо только сидеть и слушать. Что мы, в общем-то, любим, чем мы любим заниматься? Слушать. Делают пусть другие. Да растут, мы им разрешим посидеть, послушать. Короче говоря, нету А. Еще чего-то там нету. И нету слова только. Какая-то часть речи только на речи у нас, наверное. Я могу ошибаться, вы меня простите, пожалуйста. Все люди могут ошибаться. Так вот, только тоже нет. Правильнее будет прочитать так. Марфа, Марфа, заботишься и беспокоишься о многом. В одном же есть нужда. Ну, давайте я сразу еще кое-что прочитаю, и потом вы поймете. И он дальше говорит, Мария, или вообще точно прочитать даже из греческого, Мария, ведь благую долю или часть избрала ту, которая не будет отнята у нее. Вот скажите, пожалуйста, вот часть или доля, это же не целая, правда же? Ну, это элементарная математика пятого класса. Я тут в нашей церкви чуть-чуть репетиторством занимаюсь, но на черный день, мало ли, надо будет где-то кусок черства хлеба заработать. И вот по математике репетиторствую. Я помню, что это четвертый, пятый класс, дроби и так далее. Часть это всегда не целая. А нам надо все-таки полноту, нам нужно целое, а не кусочек какой-то. Поэтому, когда Иисус корректирует Марфу, Он ей говорит, пойми, ты как бы хорошее дело делаешь, о многом, но тебе еще одно надо. Не тот смысл, как мы раньше, все, бросай все это, гори оно все синим пламенем вся яичница. Срочно бросай, садись здесь. Он говорит, не, нет, все нормально, но тебе еще одной важной части до целого не хватает. Еще одну вещь. И эта вещь, она специфическая. Почему? Потому что только вот это, ну и представьте себе пирог или тортик, который мы разрезали на какие-то части. И вот там вишенка сверху, самая классная. И вот эта часть, она очень важная. Только вот эта вещь у нас Господь никогда не отнимает. Все остальное можно потерять. Делал, делал и потом бах. И ничего не получилось. Такое может быть. Такое случается. Есть миссионеры, которые по 20 лет были на миссии, и никто не уверовал. Это может быть отнято. И служение тоже не надо делать кумира, хотя я считаю, что мы последние годы страшно недооцениваем важность служения. Страшно. У нас важность бизнеса, какой-то еще чего-то. Потому что когда мы уверовали в начале 90-х, у нас была одна мечта на всех. Вырасти и стать пастором. Ни о чем другом мы не могли мечтать. даже дико было подумать, что ты еще о чем-то мечтаешь другом. я вообще вам скажу это такое отступление лирическое, субъективное. В жизни своей мне кажется я сделал одну большую ошибку. Я начинал небольшую общинку недалеко от Азбеста, деревня, она до сих пор жива, это было 20 лет назад, когда начиналось и не больше. И потом почувствовал, что это мне тяжело и решил передать другому и передал. Хотя до сих пор община жива и все нормально, их и молитвенный дом свой, все хорошо. И я у них время-тремень проповеду. я руководствовался такой мыслью, что пастором всегда успеешь, пастором это прям завтра начинай, это всегда вакантное место, это вот всегда дефицит кадров. Дефицит, еще одно рейкинское слово, да, сегодня у нас. Дефицит, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы с тобой кто? Уважаемые люди. И спасибо дефициту. И нам кажется, что это всегда вакант, это самое всегда вакант, в любом метре начинай, всегда успеешь, что спешить, всегда пастором успеешь побыть. Мне кажется, это глупость. Но, к сожалению, я ее понял только через 20 лет. Нам кажется, это всегда открытая дверь, и Иисус смотрит оттуда на нас умоляющим взглядом. Ну, пожалуйста. Нам так кажется. А сегодня, я думаю, что стать служителем этого твоей жизни открывается мистическое, то есть таинственное микроокно, темпоральное, временное. Если в этот миг ты входишь, ты стал, проигнорировал, не стал. Надо входить, надо браться. Ладно, возвращаемся от лирики. Короче говоря, Марфа делала 90%, хотите 99%, но это все те части целого, которые могут быть отняты. Я почему вспомнил про это все, потому что мы, конечно, служение это важно, но с другой стороны, как бы, другая крайность, что мы служение делаем, ну, идол, не идол, но нечто сверхважное, что оно даже важнее Господа. Господь дал служение, потом говорит, спасибо, Господь, все, до свидания, благодарю Тебя. Теперь мне есть чем позаниматься по жизни. Потом приду к Тебе и все доложу, как и что было. А потом может так вообще сказаться, слушай, это вообще не твой виноградник, это вообще мой, это вообще я молодец. Так это тоже евангельская история, кстати. Служение может быть отнято. Все, то, та часть целого, которая у нас никогда не отнимается, она называется благой, доброй. Это то, что мы слушаем, принимаем внутри. Это божественное, богодухновенное, сверхъестественное и действенное откровение от Бога, которое меняет нас. И Бог это не отнимает от нас. А служение может быть отнято. Ты мог служить, служить, а потом так получится, что тебе забудут. И спасибо не скажут, и вообще еще, может быть, рассоритесь. Так тоже может быть. Ты вроде такую яичницу шикарную закатил, с французскими травами, все как положено. А толку может и не быть. А вот если ты Слово Божие, вот эту благую часть примешь, не отнимется она, не утеряется. И еще один момент. Давайте все-таки я соединю вот эту вещь, еще раз скажу, что нету здесь противопоставления, он не говорит, не надо этим заниматься, это суета, ерунда, бросай, срочно. Он как бы говорит, все хорошо, но тебе для полноты не хватает еще одной части. И она самая важная. Поэтому я делаю следующий, а точнее последний и очень важный в наших рассуждениях вывод. Когда мы беремся за большое дело, то почему-то так случается, что мы начинаем пренебрегать вот этой благой частью. Не забыть утром помолиться, чуть побольше почитать. А зачем я и так молодец? Я же столько святых дел делаю. И мне нам кажется внутри, что мы как бы это такая хорошая, полноценная или равноценная замена. Чуть меньше молюсь, читаю, зато больше делаю в церкви. И внутри психологически, мне кажется, мы делаем вот такую ошибку, как делаю, сделала Марфа. Нам кажется, что этого достаточно. И это может заменить вот эту благую часть. Это у всех служителей. Я не могу сейчас помолиться, я не могу с тобой пообщаться. Почему? Я же богослов, меня же студенты ждут. И помчался мимо страдающего у дороги, пока он не дождется доброго самарянина. Полетел. Ну давайте к выводам. Можно уже заканчивать? Можно улыбнуться? Все, заканчиваем. Вот из этой части нашей я делаю такой вывод, что Иисус не лишил Марию вот той доброй части и Марфе при этом не говорил бросай все, что ты делаешь. Это вот то, что Мария выбрала, это несгораемая сумма. Она не сгорает. Но это не означает, он говорит, это не означает, что служить не надо. И в общем-то, мне кажется, было бы замечательно, если бы Мария нашла возможности помочь Марфе. Нашла возможности. Давайте сделаем выводы и закончим. Кстати, Марфа, опять же, если это то самое святое семейство Марфа, Мария и Лазарь, то Марфа в ситуации с тем, когда Лазарь умирает, Марфа повела себя гораздо благочестивее. Там все напряглись, все обиделись на Иисуса, мы бы тоже обиделись, мы не обижаемся на Иисуса только по одной причине. Давайте я вам в следующий раз скажу. Чуть-чуть помучайтесь. Знаете, как я анекдот переначал, один русский у другого русского спрашивал, знаешь, как озадачить русского? Как? Завтра расскажу. Все. Вон. Но в той ситуации мы не обижаемся по секретной причине, все обижались на Иисуса, все были на грани психануть, знаешь что? Даже ученики ему все высказали. Ну все, теперь пойдем. Ну да, пойдем, и мы умрем, мы теперь видели, как ты заботишься о своих. Замечательно. Мы заболеем, и с нами так же будет, и так же прибежишь к нам на выручку. Все, даже ученики уже немножечко допсиханули. И когда он идет, то увидев Иисуса, Мария не пошла навстречу. Она предпочла сидеть и дуться. Не, ну мы бы тоже, мы ее не суждаем. Боже упаси, такое пережить. Марфа смогла пересилить, вышла и пошла навстречу. Вот с кем-то у вас сложное отношение, вы когда в церкви видите, вот мы с кем-то ссорились, вы когда приходите на собрание, вы как, ищите его глазами скорее и бежите к нему? Вы тихонечко, тихонечко, она там сидит, значит я здесь. И вот так кругами друг от друга, она по той лестнице, я по этой выхожу, вот так вот. Почему? Конфликт. Марфа вышла навстречу к Иисусу, пересилила. Да, она сказала те же самые слова там, как и все. Это, мне кажется, ее очень позитивно характеризует. Ну давайте, все-таки, зачитаю для экономии времени свои выводы. Что мы можем отметить из сказанного проповедником сегодня? Служить нужно. Это божественное требование. И это раз. Запомните. Обязательно. Это не индульгенция библейская от служения, понимаете? Не хочешь служить, просто сиди, слушай, все. И прощай все грехи. Нет, служить нужно. Это божественное требование. Второе. Конечно, как только мы беремся в служение, возникают специфические партюклеристские. Вспоминайте трудности и определенные искушения в служении. Они встречаются почти у каждого служителя. И они очень похожи, на самом деле. Если вы, ну, как конфликтология занимается этим, даже могу преподавателя вам посоветовать из Омска для студентов. Конечно, когда делаем большое служение, нам хочется публичности. Это большое искушение у всех нас. Просто большое. Просто конвертиком через кого-то, через третьи руки передать этой сестре материальную поддержку и лично подойти. Скоро, сестра, хочу тебя просто благословить, поддержать. Ну, давай, пусть я Господь поможет. Или через кого-то, чтобы она вообще даже... От кого это? Что это? От кого это? Знаете? Мы все равно хотим публичности, признания. Большое, трудное. Я борюсь, борюсь и еще не думаю, что победил это дело. Еще мы отметили, что когда мы беремся за большое служение, нам хочется других заставить отвечать за наш выбор и работать на наше призвание. Хотя надо помнить, что это наша ответственность. Мы ответственные. Призывать, приглашать можно, давить нельзя. Мы хотим надавить на других через авторитеты. Тоже, мне кажется, не лучший способ поддержать служение. Ну, и, конечно же, очевидная вещь, не надо раздувать конфликтов, не надо вот этой публичной выволочки, не надо. Тихонечко пытайся решать, один на один, потом как-то дальше реагируй. Еще один вывод мы сделали с вами, что мы можем выбирать, какую часть целого служения нам взять. И там есть только одна несгораемая часть, блаженная. Это Божье Слово. И об этом Иисус много ученикам говорит. И не только Иисус. И в соборных, и в посланиях Павла об этом говорится. Слово, Божественное Слово, это очень-очень важно. И нам иногда кажется, что какое-то дело делать, это важнее. Это тоже важно, но оно не может заменить Божественного послания в нашей жизни. Мы можем выбирать эту часть. И выбирая большое служение, мы рискуем забывать об этой благой части. Ну и, конечно же, я не говорил об этом, но мне кажется, вещь тоже очевидная на поверхности. Нельзя осуждать друг друга за выбор. Не надо. Вот решил он здесь на собрании сидеть, слушать, а ты решил там внизу гостей встречать. Встречай, но не ворчи на Петю. Как он посмел сидеть там и слушать, когда надо встречать здесь. Не ворчи, это твой выбор. Ну и, конечно, мы забываем о молитве. Я последний пример вам приведу. Помните, что это пример из такого движения ИРО, естественный рост общины. И вот я там у них на одном семинарчике подслушал, что воды в бочке всегда по самой маленькой дощечке. Ну, представьте, что в бочке и у нее дощечки разного уровня. У тебя есть такие классные дощечки, большие, но воды в твоей бочке будет все равно только по самую маленькую дощечку. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, может быть, ты вообще классно умеешь яичницу жарить, ты вообще супергостеприимный человек, но у тебя может быть такая маленькая дощечка, через которую все будет проливаться. И может так случиться, что это как раз вот этой части тебе, может одна, может она одна дощечка, все остальные уже классные дощечки, высоко. Вот это одна. И как раз Иисус хочет сказать, Анатолий, Анатолий, еще одной тебе дощечечку надо приподнять, ты совсем забегался с благословенными евреями, не забывай про это или про это. Ну и последнее. Помни, императив, помни, Иисус Господь, а мы Его слуги. Спасибо, будьте благословенны. И тут у нас есть еще пожертвование, тоже благая часть. Я не могу готово. До новых встреч, Александр. и, 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 и. Субтитры подогнал «Симон»